Член общественной палаты Российской Федерации Алексей Гришин об исламе знает много, как-никак востоковед. И на вопрос, как отличить экстремистов, рекомендует обращать внимание на поведение и внешний вид. Как правило, радикально настроенные люди – миссионеры, навязывающие свои идеи с определенными атрибутами в одежде. Если вам говорят, что, допустим, нужно делать халифат, нужно подменять законы Российской Федерации, нужно молиться так, а не так, нужно поддерживать ислам чистым – это первый, как говорится, признак. Есть и другие признаки принадлежности к каким-то нетрадиционным течениям. Есть специальные формы бороды, неношение носков, укороченные штаны и так далее. Круглый стол собрал представители власти и общественных организаций. Тема – профилактика и противодействие экстремизму. Вопрос давний, вот только обсуждаться открыто, начал не так давно. Даже маленькая тучка может закрыть большое солнце. Заметитель губернатора Алексей Булаев о проблеме экстремизма. Сравнение отражает ситуацию, которая складывается на Ямале. Не надо бояться обсуждать этот вопрос и именно как-то уходить или заувалировать эту тему, занимаясь общими отговорками. Надо вещи называть своими именами. Если у нас возникают вопросы, связанные с распространением нетрадиционного ислама, надо об этом говорить, надо привлекать к этому общественность. Ислам один, но понятия его характеризующих два – традиционный и радикальный – это условное деление. Причем оба противостоят друг друга. Вот только сильнее пока второе течение. Так в России за последние годы убиты более 50 религиозных лидеров традиционного ислама. Это те имамы, которые пропагандируют добрососедские отношения с представителями других конфессий, выражают терпимость и солидарность. Наши противники, скажем, нас обвиняют в том, что мы очень сильно лояльно относимся к власти. И те мусульмане, которые придерживаются традиционного ислама, они стараются соблюсти заповеди праворок Мухаммеда, как он говорил. Любовь к родине, защита родины во всех его проявлениях является частью имана, частью веры в Бога. Человечество навязывают религиозные войны. Сирия, Турция, Средняя Азия, Россия. Своё высказывание Алексей Гришин подкрепил цифрами. Так, казалось бы, в стабильном регионе, как Татарстан, более 50% религиозных организаций подвержены влиянию экстремизма. Только из одного Татарстана уже сейчас установлено около 250 человек, которые, например, в Сирии на стороне оппозиции воюют и приобретают опыт вооруженной борьбы. На Ямале также активизировалось радикальное движение и связывает это с увеличением мигрантов. В первую очередь, нелегальных. Сейчас каждый пятый житель округа – иностранец. Ямал у нас получается по привлекательности, привлечению мигрантов сейчас в порядке в лидерах. Наверное, третье место после, наверное, Москвы и Санкт-Петербурга. Вы знаете, порядка 100 тысяч, 100 тысяч у нас мигрантов. Мы прекрасно представляем, что у нас Ямал, Нинский автономный округ, динамично развивающий. И здесь без мигрантов нам не обойтись. И об этом мы все прекрасно понимаем. У нас и месторождение, и строительство, и всё остальное. Но с другой стороны, как уже сказали, миграция, особенно это нелегальная миграция, которая – это почва для того же экстремизма. Вместе с тем возрастает социальная напряженность. В обществе складываются негативные отношения в целом к исламу. Что делать? Необходимо пропагандировать ценности истинного ислама, который не призывает к войне, говорит Алексей Гришин. Здесь очень важно самим представителям мусульманского сообщества, традиционного мусульманского сообщества, разъяснять, пропагандировать и объяснять и внутри своих организаций, и представителям немусульманского населения истинные положения веры. Что вот это всё, что показывают по телевизору, это не ислам. Это наоборот то, что как раз дискредитирует ислам. Открыть наши храмы и души. Член общественной палаты Игорь Кукевич предложил посещать мечеть и беседовать с верующими мусульманами, даже православным. Быть может, это поможет понять, что ислам – это прежде всего религия, как и все остальные религии мира. А экстремисты – люди, которые, прикрываясь исламом, распространяют свою идеологию, направленную на завоевание мира. Айгуль Ташбатов, Сергей Парфимович, Сергей Макарчан. Новости Губкинского.